Масштабный ремонт. В центре города продолжается укладка нового дорожного полотна. Покос до самой поздней осени. Кто следующий на очереди? Ты его в дверь, а он в окно. Бобруйские эксперты по горячим следам установили личность домушника. Изъяты различные следы и объекты. Что злоумышленник делал в чужом жилье? Жаркая пора. Белорусы устремились на пляжи. Нам важно, чтобы культура безопасности у людей повышалась. Как не стать очередной жертвой воды? А также ответы на вопросы, уровень инфляции и на 100 баллов. В республике стартовала регистрация на централизованные тестирования в резервные дни. Когда пройдут испытания? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко начал рабочую неделю со встречи с губернатором Воронежской области. Товарооборот Белоруссии и российского региона превышает 500 миллионов долларов. Но уже сегодня нужно стремиться к миллиарду. Об этом говорили во Дворце независимости. Стороны оценили состояние достигнутых ранее договоренностей и их результатов. С нашим правительством вы могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях. Электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережения и многие другие сферы. А также поддерживать производственную кооперацию с использованием отечественных разработок и компонентной базы. Нашу экономику вы хорошо знаете, наши предприятия также. Поэтому тем закрытых нет для договоренностей и переговоров. Мы готовы к этому, готовы принять всяческие решения. Партнеры успешно сотрудничают по многим направлениям. Строительство – одно из них. Стоимость проектов за три года выросла в 10 раз. Промышленность и сельское хозяйство – также сферы общих интересов. Александр Лукашенко предложил дополнить торговлю кооперационными проектами. Сотрудники Комитета судебных экспертиз раскрыли домушника, который орудовал в Бобруйском районе. Дело было по весне. Злоумышленник разбивал окна, сбивал замки и проникал в чужие дома. Милицию сообщили потерпевшие, когда заметили пропажу имущества. В списке – велосипед, куртка, спиртное продукты питания. Следственно-оперативной группой проведены осмотры мест происшествий. Изъяты различные следы и объекты. При проверке в Государственном комитете судебных экспертиз, изъятых следов рук, установлено, что они оставлены одним и тем же человеком – уроженцем Бобруйского района, ранее судимым. Правоохранители задержали подозреваемого. Он дал признательные показания и пояснил, проникая в чужие дома, питался там и ночевал. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела. Установлена причастность подозреваемого к пяти кражам из домов. Положительный результат, дополнительный рейс и на связи. В Беларуси с 10 июня запущена горячая линия по вопросам несвоевременной выплаты госпособий. По какому номеру можно обратиться? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Годовая инфляция в республике чуть выросла после трех месяцев стабильности. Больше всего в мае подорожали куры на 1,3%, а также кондитерские изделия на 1,1%. При этом овощи стали дешевле сразу на 12,8%. Из непродовольственных товаров выросли в цене печатные издания на 1,6%. Также поднялись в стоимости услуги железнодорожного транспорта плюс 3,9% за месяц. В республике стартовала регистрация на централизованное тестирование в резервные дни. Она продлится по 14 июня. Пройти испытание будет возможность у тех абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли в основные сроки. 19 числа назначено ЦТ по всем учебным предметам, 21 по профильным, 23 по русскому и белорусскому языкам. В Беларуси с 10 июня запущена горячая линия по вопросам несвоевременной выплаты госпособий. Специалисты фонда соцзащиты принимают звонки по единому короткому номеру 122. Теперь, если работодатель задерживает возмещение по больничному, беременности и родам, в связи с рождением ребенка и по уходу за ним, можно оперативно проинформировать профильные органы. Горячая линия будет работать на постоянной основе. Звонки принимаются в рабочее время по будням. В ООН положительно оценили достигнутые Беларусью результаты по сокращению выбросов парниковых газов. Помимо Синеокой свои доклады представили Австрия, Греция, Дания, Кипр и Чехия. Республика обязалась к 2020 уменьшить негативное влияние на 10% от уровня 1990 года. Однако стране удалось достичь показателя в 39%. Шестой прямой рейс из Беларуси в Казахстан будет организован в июне. Пять уже успешно функционируют. Кроме того, авиационные службы ведут переговоры об открытии рейса из Алматы в Минск. Это будет еще одной возможностью бизнесменам и туристам напрямую попасть в дружественную страну. Шик и блеск. В Бобруйске ежедневно кипит работа по благоустройству. На Советской продолжается укладка нового асфальтового покрытия. Большая часть уже готова. Всего в планах на 2024-й 30 участков. Список может корректироваться из-за разных факторов, таких как погода, источники финансирования, скорость. Работы проходят не только на дороге, но и за ее пределами. Ведутся работы по покосу комбинированных газонов, а также обрезки санитарных деревьев, удалению аварийных и инвазивных видов. Посадки цветов будут производиться до конца июля месяца 2024 года. По косу до самой поздней осени удаление обрезка деревьев будет производиться круглогодично. Цветочный десант ежедневно высаживается в разных уголках Бобруйска. В понедельник разукрасил 50 лет в ЛКСМ. Каждое растение бережно опускается в грунт и обязательно поливается. Всего несколько часов и палитра из однолетних радует глаз. Беларусь почти полностью обеспечит себя собственными томатами через три года. По огурцам вопрос решен. Отечественными аграриями разработано развитие производства в защищенном грунте. Важный фактор – снабжение своими фруктами и овощами в зимний период. Хранение в стаб-фондах. Виталий Гаврусев о протбезопасности в деле. В теплицах под Кировском после модернизации огурцы выращивают круглый год. Все благодаря искусственному освещению. Более трех с половиной тысяч лампочек заменяют солнечные лучи. Озаряют растения в зимний период на протяжении 20 часов. С четырех утра до двенадцати ночи. Остальное время – на сон. Летом овощи растут в естественных условиях. Под томаты здесь отведено четыре с половиной гектара. Под огурцы – пять с половиной. Наращиваем производство. Строимся, развиваемся в производственную сферу. Вводим дома, квартиры для наших работников. Поэтому рассвет живет. И надеюсь на дальнейшее развитие рассвета. А я в этом уверен, потому что здесь люди золотые. Прямо с грядки. Летом вопросов со свежими овощами нет. На рынке ежедневный ажиотаж. Продавцы уверяют – выходные яблоку негде упасть. Бобручане спешат за свежим и натуральным. Ассортимент и пресс-курант разнообразен. В зависимости от сорта помидоры от пяти до десяти рублей за кило. Огурцы – от двух с половиной до пяти. Капуста – два рубля. Ароматный укроп обойдется за рубль. Самой желанной ягодой завалены все ряды. За килограмм просят от семи до двадцати. Разница в сортах и размерах. Я сама продаю этот товар. У нас всегда свежий товар. Это первый. Огурцы из Пинска. Краснодарские, можно сказать, с помидорами. Ну, это пинские. Так что мои покупатели все довольны. Это самое главное, что у меня есть свои покупатели. Сами приходят, сами выбирают. Самое главное – доверие. У привередливого покупателя свой райдер. Кому-то подавай товар с конкретного района, кому-то важны принципы выращивания. Очевидно одно – предложение найдется на любой вкус и кошелек. На рынке кажется, что более свежие продукты, овощи, фрукты. Выбор больше. Поэтому нам больше нравится на рынке покупать и овощи, и фрукты. И как часто приходите? Не знаю, я рядом работаю, не знаю, пару раз в неделю. Почему товары на рынке на самом деле хорошо? Почему берете? Потому что это домашнее. Свежее, вкусное. Решить проблему с выращиванием плодовощной продукции в межсезонье президент поручил еще весной прошлого года. Первый результат модернизации хозяйства страны продемонстрировали в год качество. Благодаря солнечным киловаттам по-настоящему качественным вкусам возможно наслаждаться даже зимой. А пока на улице лето. СПК вовсю заготавливает овощи на хранение стаб-фонды. Виталий Гаврусев, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Погода устаканилась, люди вышли на пляжи. Как результат, статистика тут же стала пополняться ЧП на воде. На минувшей неделе 21-летняя Витебчанка, спасая подругу, утонула сама. Правоохранители, естественно, нашли на месте происшествия алкоголь, а зона отдыха оказалась не предназначена для купания. Спасатели неустанно напоминают, на берегу озер и рек необходимо проявлять особую внимательность и осторожность. В этом году бобруйчане смогут безопасно и без вреда для здоровья отдохнуть только в трех местах. На пляже санатория Шинник, первом и втором центральных около Березины. Однако этот перечень может как расшириться, так и сократиться. Контроль за рекреационными зонами будет продолжаться по ходу всего сезона. Рейдовые мероприятия с участием МЧС будут проходить на протяжении всего летнего периода. Нам важно, чтобы культура безопасности у людей повышалась, чтобы они знали, как себя вести и были в безопасности при отдыхе у воды. До беды недалеко. Только за первые выходные лета в стране утонуло 8 человек. Алкоголь в деле играл не последнее место. В 2023-м на воде погибло 339 граждан, в том числе 21 несовершеннолетний. Кроме того, спасти удалось 241 белоруса. В преддверии 637-летия города на Березине телеканал «Бобруйск-360» подготовил специальный историко-культурный проект «Старый город». Место встречи – улица Московская, 40. В доме Хаи Козлин можно не только сделать качественные фото, но и стать абонентом Бобруйской телефонной сети. Сразу после новостей не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!